В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Новый воздушный транспорт для спасателей. У МЧС Дагестана появится специализированный вертолет. Когда-то здесь занимались спортом. Администрация Дербенко намерена вернуть на баланс муниципалитета бывший городской стадион. Будь там, где твое сердце. Выставка известного фотохудожника Шамиля Шенгиреева открылась в Махачкале. В Каспийске обманутые пайщики вышли на акцию протеста. Около 60 возмущенных собрались у здания администрации города с целью привлечь внимание властей к своей проблеме. Так, все они являются пайщиками потребительского жилищно-строительного кооператива «Хазар». Занимается он строительством многоквартирного дома в районе стадиона «Анжиарена» в Каспийске. Работы должны были завершиться еще в 2015 году, но жилое здание не было достроено. Примерная сумма, внесенная пайщиками, составила 750 миллионов рублей. ДТП с тяжелыми последствиями произошло в Буйнакском районе. Водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением и столкнулся с грузовыми автомобилями «Зил» и «КамАЗ». В результате погибли три человека, еще двое пострадавших госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего. У МЧС Дагестана появится специализированный вертолет. Об этом заявил замминистра по отделам гражданской обороны России Андрей Гурович, прибывший накануне в республику. В ходе оперативного совещания глава республики Владимир Васильев отметил, что если бы своевременно начали тушение пожара в Цумадинском районе с воздуха, можно было справиться с огнем раньше. Напомним, в результате ЧП в селе Теси-Ахитли без крова остались более 60 человек и 17 домов сгорело полностью. В Дагестане отмечен рост по сборам всех видов налогов. Установленные значения по всем бюджетам и государственным внебюджетным фондам республики за 2018 год выполнены. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по республике Газинур Абсалямов. По его словам, по сравнению с 2017 годом налоговые доходы возросли на 18%. Прирост составляет 6 миллиардов рублей, полтора миллиарда в федеральную казну и около 4,5 миллиарда в консолидированный бюджет республики. Администрация Дербента намерена вернуть на баланс муниципалитета бывший городской стадион. Он был построен еще в 1961 году, став последним крупным социальным объектом, возведенным в Дербенте. Уже в лихие 90-е городской стадион перешел в частные руки со всей прилегающей территории по символической даже в те годы сумме в 100 тысяч рублей. Некогда востребованное и очень популярное среди дербентцев место досуга и активного отдыха сегодня представляет из себя жалкое зрелище. По трибунных помещениях содержится всякая живность, а на беговых дорожках уже пустили корни деревья. Нужно ли медиаобразование школьникам? В этом пытался разобраться преподавательский состав школы Ватан. Для этого были проведены дебаты, на которых две группы учителей. Те, кто за введение подобных инноваций в школьную программу, и те, кто против, представляли аргументы в пользу своего мнения. Одни говорили, что людям необходимо активно участвовать в общественной жизни, быстро и правильно воспринимать информацию, а другие ссылались на то, что медиа снижает культуру поведения и общения людей, и что поток информации из СМИ в большей степени может нанести вред подрастающему поколению. Тем не менее, руководство школы Ватан намерено в ближайшее время создать центр, при котором будут работать школьное радио, телевидение и издательство. Медиаграмотность – это новая культура 21 века. И дети, которые, ну как бы, как мы называем, это дети Z, цифровые дети, которые, они уже рождаются с этими телефонами. Самое главное – идет противоречие потока большой информации, который они получают, и чтобы наши дети не утонули в этом потоке, а наоборот умели справляться, выделять то, что им нужно. Сам разговор должен быть очень профессиональный и должен быть доступный для учащихся. Я думаю, многие из них поймут, что это из себя представляет медиаобразование, что такое информационное общество, технологии и так далее. Естественно, и в познавательном плане, и, может быть, в профессиональном плане для будущей специальности это может оказаться влияющим на будущую судьбу детей. «Будь там, где твое сердце» под таким чувствительным, теплым названием открыл свою экспозицию, посвященную туризму в Дагестане, известной в республике фотограф Шамиль Шенгиреев. Выставка прошла в Баварском театре Махачкалы, где собралось немало почитателей творчества фотохудожника. С подробностями Луиза Раджабова. Горцы, их быт и красивые места. О том, какой он, туризм в Дагестане, рассказывают не только фотографии Шамиля Шенгиреева, но и настоящий праздник горской культуры. Здесь каждый может испробовать ясто национальной кухни и послушать песни. Когда он впервые отправился в путешествие за фотографиями, не мог и подумать, что пройдет время и жизнь беззаветного кадра будет казаться скучной. С тех пор прошло много лет. И в творческой копилке Шамиля Шенгиреева еще одна выставка. Здесь в основном фотографии наших туристов на фоне природы, где наши туристические были маршруты. Моя самая любимая фотография. Все довольные туристы, на которых это не все мои люди были. Задумчивые лица, джигиты в национальных костюмах. А вот и один из героев фото-выставки. Абдулла Гусейнов Аксакал Хунзаха. Приехал из селения Арани, решив на собственном примере показать, как нужно чтить обычаи предков. Он уверен, что лучших мест для туризма, чем в Дагестане, не найти. Дагестан, это, как вам сказать, во всей России, это очень большое место занимает наш Дагестан. Очень даже большое место. Во всех мероприятиях, начиная с люльки, наши предки учат ко всему хорошему. На фотографиях в основном центральный Дагестан. Горы, села, колоритные лица людей. Чок и Хунзах. Очень красивые фотографии, очень красивые водопады в Хунзахе засняты. И зимний, и летний период. На самом деле, сама идея с выставкой очень хорошая. В творческих планах фотографа еще не одно путешествие по известным и привлекательным местам Дагестана. Автор надеется, что его работы помогут раскрыть туристический потенциал республики во всей его красе. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. В лицее Дагестанского государственного университета ученики жестоко избили отца своего одноклассника. Об этом сообщает газета «Черновик». Инцидент произошел в минувшую пятницу. Сначала в учебном заведении произошла потасовка с участием учеников. Позднее отец одного из пострадавших пришел в лицей выяснять ситуацию. В это время на него напала толпа учеников и жестоко избила, рассказывает один из свидетелей. На данный момент правоохранительные органы и представители лицея никак не комментируют инцидент. Мэрия Махачкалы потребовала прекратить деятельность зоопарка Тортила из-за ненадлежащего обращения с животными. За исполнением решения проследят правоохранительные органы. Проверка была организована после многочисленных жалоб его посетителей и дагестанских зоозащитников. Факт был установлен в ходе осмотра помещения специалистами миссель Господа Республики. Экзотические животные находились в истощенном состоянии в антисанитарных условиях. В террариумах не соблюдался уровень влажности и вентиляции, что приводило к отравлению и истощению животных. Премьера третьей серии мультфильма «Отважный джигит» прошла в Махачкале. Посетили показ более тысячи человек. Вход для всех желающих был свободным. Отметимся серии мультфильма о борьбе добра со злом. Главными героями в них выступают «Отважный джигит» Саид и дагестанское мифологическое существо Аждаха. В основу сюжета легли кавказские традиции. Первая и вторая серии мультфильма находятся в открытом доступе в интернете. Школьница из Махачкалы представит свою работу по овцеводству на Всероссийской конференции в Москве. Ученица 11 класса Аиша Агаширинова выступит на предстоящей научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Пройдет она с 18 по 22 марта. Стоит отметить, что в предыдущем году она также принимала участие в конференции, где защищала свою работу по направлению рисоводства. И о спорте. Эти выходные были насыщенными на события как в стране, так и за ее пределами. Так, на чемпионате России по грэпплингу дагестанские спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала 12 раз. Соревнования проходили в крымском городе Евпатория. Победу республиканской сборной обеспечили грэпплеры из клубов Universal Fighters и Агат. Все финалисты турнира выступят на чемпионате Европы, который пройдет в середине апреля в Румынии. А на проходящем в Казани чемпионате России по боевому самбо наши спортсмены пока не выиграли ни одного золота. По итогам двух соревновательных дней в активе сборной Дагестана – три серебряные медали и одна бронзовая. В первый день в шаге от чемпионства в своих весах остановились Мухтар Гамзаев, Загид Гайдаров и Хадис Ибрагимов. А накануне третьим стал Мурат Макашарипов. А сегодня, в заключительный день турнира, отношения на ковре выясняют представители трех оставшихся весовых категорий – до 52, 68 и 90 килограмм. День спорта прошел в селе Майданское Унцокульского района. Селяне приняли участие в волейбольном чемпионате среди мужчин на призы главы района. Девять команд соревновались за звание чемпиона из Унцокуля, села Гимры, Ирганай, Майданское, Зерани, Балахани, Максох, Кахабрусо и Цатаних. Цель мероприятия – популяризация и пропаганда волейболы среди молодежи, повышение спортивного мастерства, а также воспитание у молодого поколения духа патриотизма. Забит Магомед Шарипов одержал пятую победу в бойцовской лиге UFC. Накануне на турнире дагестанский микс-файтер выиграл у американца Джереми Стивенса. Поединок шел на протяжении всего отведенного для него времени. В первых двух раундах наш боец нанес больше точных ударов с дистанции. Стивенс активизировался только в концовке. Он шел вперед и пытался изменить ход боя, однако этого оказалось недостаточно для победы. Судьи единогласно отдали предпочтение Магомед Шарипову. Победа над шестым номером рейтинга UFC приблизила дагестанца к титулу в полулегком весе. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Магомед Шарипов